Сегодня президент Шавкат Мерзиёев знакомился с ходом социально-экономических преобразований, созидательной и благоустроительной работой крупными проектами Ферганской области. Репортажи наших корреспондентов. Звучит Фергана, и мы сразу представляем себе древние города, такие как Маргелан, Кокант, Кува, олицетворяющие собой великую цивилизацию и культуру, мыслители средних веков. Представляем мы современность, ее высоким ритмом жизни, многоэтажками и объектами инфраструктуры, за которыми высокий экономический и социальный потенциал. Но одно неизменно. Здесь живут трудолюбивые люди, знающие, что от каждого требуется крупица усилий, чтобы повседневность целой страны наполнилась звучанием благополучия. Заметьте, насколько назовем его девиз, созвучен акцентом реформы преобразований, проводимых в стране, где каждая идея, инициатива, каждый проект имеет четкую цель – создать условия, сделать жизнь человека лучше. Сегодня президент Шавкат Мерзиёев прибыл в Ферганскую область. Рабочая поездка главы государства началась отсюда. Улица Урман-Чюляр. Первый объект – Ферганский производственный учебный центр пчеловодства. Открылся он год назад. Особая потребность была. Десятки тысяч пасек областных субъектов нуждались в консультации во внедрении современных методик и технологий разведения пчел. Шавкат Мерзиёев лично ознакомился с деятельностью учебного заведения. За этот год, подготавливая учащихся по пяти направлениям, оно выпустило 600 готовых специалистов. Тренинговые залы, специализированная библиотека, цеха по переработке и упаковке меда, а также по производству оборудования и пчелиных улев. Есть и лаборатория племенного пчеловодства. Почти два гектара экспериментального сада и посевных площадей, предназначенных для выращивания медоносных растений. С учётом опыта необходимо осуществлять здесь обучение. Во-вторых, необходимо постановление Кабинета министров по развитию пчеловодства Ферганской области. Также нужно организовать работу на основе лизинга, причём таким образом, чтобы люди рассчитывались с продукцией. Вот тогда она будет оставаться и у них, и у государства. Возможности для этого в Фергане есть. Пастбище есть, хлопок есть, пшеница есть. Много здесь плодов и овощей. Будем изучать американский опыт. Создадим совместное предприятие в Фергане. Вы сделали хороший проект. Большое вам спасибо. Теперь его надо развивать. За шесть месяцев необходимо привезти специалистов из США, приобрести самую развитую технологию. Необходимо готовить кадры в университетах. Мы должны обеспечить все условия, чтобы база пчеловодства была в Фергане. Если мы 2-3 года основательно поработаем, потом наладим экспорт. В Малайзии, в других странах имеется огромный спрос на наш мёд. Нужно ещё один колледж ориентировать на подготовку специалистов по пчеловодству. Вот тогда, через 2-3 года, можно будет говорить, что есть хорошая основа и для экономического развития, и для обеспечения продовольственной безопасности, и для охраны экологии. В одной из аудиторий центра Шавкат Мерзиев поговорил с учащимися колледжа, что выбрали любовь к мёду, если позволите, своей специальностью. Тёплое общение. Поинтересовался руководитель страны успехами в учёбе, планами на будущее. С таким блеском в глазах вы учитесь, познаёте жизнь, обратился он к ребятам. И это хорошо, что дети наши хотят достичь многого и ставят высокие цели, становятся личностями, мечтают нести свой вклад в развитие нашей страны. И выбрали сферу интересную. Сколько полезных свойств у мёда, подчеркнул президент. Он не только питателен, но и является лечебным средством при многих заболеваниях. Употребление мёда в пределах нормы предотвращает болезни желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунитет, нормализует кровяное давление. Пчелиный воск, прополис и молочко также широко используются в медицине. А это то место, где улья получают форму и жизнь. Производственная база центра. Современные технологии из Польши. Инвентарь и спецодежды из Китая. Пчёлы тоже не местные. Лучшие и трудолюбивые семьи приехали к нам из различных стран мира. Их сейчас более тысячи. И с их помощью в год производится до 200 тысяч тонн мёда. И только за прошлый год на экспорт поставлено 30 тысяч пчелиных семей на сумму 80 тысяч долларов. И продолжаем мысль о пользе. Оказывается, местные специалисты провели исследование, цель которого выявить, как влияет естественное опыление на урожайность культур. Выводы удивительные. Представьте, если три улья оставить во фруктовом саду и дать пчёлам делать своё дело, то после можно будет собрать урожай на 20% больше. И это самый минимум. Самое меньшее влияние оказало на персик. Это на 20% увеличение. На интенсивных яблонях увеличение оказалось на 320% увеличение. 320 раз. На персике в 6 раз. На персике мы производили производственный опыт. То есть на одном гектаре в 2010 году, если был получен урожай 480 килограммов сушёного абрикоса, это субхона сорта, то в 2011 году после постановки в сад 10 ульев с 20 семьями фермер получил урожай 2100 килограмм. То есть примерно на 10 миллионов пчёлы увеличили урожайность. Только за счёт опыления. Ещё больше влияние оказывает пчёлы на сливу, на увеличение урожайности сливы, на миндаль и на черешню. Аналогичный эксперимент был проведён и с различными сортами хлопчатника. Количество коробочек увеличилось на 43%. Осыпь цветков уменьшилась на 87%. А масса одной коробочки хлопка увеличилась практически на 13%. То есть наши исследования показали, что опыление пчёлами хлопчатника помогает увеличить урожайность более чем на 50%. Что это значит? Допустим, урожайность вырастет даже не на 50%, а на 10 всего. То с гектара это прибавка в 3 центнера хлопка. Следовательно, если в Ферганской области трудолюбивые пчёлы опулят 100 тысяч гектаров, то это дополнительно 300 тысяч центнеров хлопчатника. Так сказать, бесплатный бонус к тем килограммам мёда, что произведут сами пчёлы. Солидно, правда? И далее презентация продолжилась с рассмотрением перспектив в животноводческой сфере. Проект создания комплекса на 2000 голов крупнорогатого скота, где в год будет производиться свыше 4 тысяч тонн молока, 150 тонн мяса. А ещё будет цех по переработке мясомолочной продукции с мощностью в 6 тысяч тонн. Запуск запланирован на 2018 год. Таких проектов в области за эти два года планируется реализовать с десяток, что, несомненно, расширит потенциал сферы и позволит не только насытить внутренний рынок, но и удовлетворить спрос внешнего на качественную продукцию и сырьё. Положительно, глава государства отозвался и о целях предложенной стратегии развития шелководческой отрасли в республике. 30 перерабатывающих предприятий по стране будут модернизированы, равно как и 18 занимающихся селекцией шелкопряда. Нужно сеять большими плантациями, ведь листья – это сырьё. Урожай коконов шелкопряда мы уже собрали. Теперь, как мы будем перерабатывать? Какие технологии нужны для производства самой конкурентоспособной продукции? Что нужно для этого? Какие необходимы таможенные условия? Сколько кредитов, сколько валюты нужно дать? По республике нужно организовать 10-15 плантаций, определить районы, наиболее подходящие с точки зрения географии и климата. За 10-15 дней нужно принять постановление. Также необходимо организовать научное учреждение на базе «Узбек-Янгель-Санават» и «Ассоциации Узбек-ИПАГЕ». В самом Маргелане мы должны создать и плантации, и полностью переориентировать один колледж под шелководство. Нужны преференции, чтобы люди были экономически заинтересованы. Тогда и результат будет солидным. Потом и опыт появится. Одна такая плантация может обеспечить работой 2000 человек в течение всего года. Возьмите Китай, Корею или Вьетнам. У них на плантациях круглый год трудится 2000 человек. Урожай получают три раза. Последний посев осуществляется под пленку. Почему? Потому что есть спрос на продукцию. Откроется один технопарк и шесть предприятий полного цикла. Общая сумма превышает 180 миллионов долларов. На первом этапе будет установлено лучшее оборудование. На втором специалистам сферы предстоит повысить квалификацию, в том числе и за рубежом. Последний этап – внедрение и КТ-новшеств и запуск по единой системе с мониторингом качества продукции. Таким образом, планируется, что строка регионального экспорта достигнет 31,5 миллиона долларов, то есть практически в три с половиной раза больше, чем сейчас. Зачем ждать несколько лет, спросил президент. Этапы запускать можно параллельно во всех регионах. Определить лучшие для реализации географические и климатические условия. А технологии выбирать только современные. В целом, отметил Шавкат Мерзюев, нужно разработать целую систему поддержки пчеловодства и шелководства. Немаловажным звеном в цепочке последовательной ее реализации должна стать грамотная подготовка кадров. И условия нужны, чтобы иностранные инвесторы участвовали в реализации программы. При разговоре об условиях главы государства рассказали об инициативе китайских партнеров. Речь идет о создании шелководческого предприятия в Кашкадаре. Такое решение они приняли после визита главы нашего государства в КНР. Более того, указы, постановления, инициативы руководителя страны привлекают внимание не только иностранцев, но и соотечественников, некогда уехавших из Узбекистана. Если вы были в Англии, то подобный деловой климат, как там, постепенно формируется в Узбекистане. Принята стратегия действий, постановления. Вы видите монетарную политику. Если в предпринимательстве нет экономической выгоды, то им не стоит заниматься. Таково время. Когда меняется мировоззрение? Тогда, когда есть экономическая заинтересованность. Есть результат. С этой точки зрения, те, кто сегодня к нам приходят, завтра об этом не пожалеют. Чем вам помочь? Чем еще заверить вас? За все вам спасибо. Сейчас у меня есть все условия. Вот вчера у нас полностью преобразована деятельность торгово-промышленной палаты. Ей даны большие полномочия. Ни одно решение отныне не будет приниматься без участия торгово-промышленной палаты. Что желает предприниматель? Сейчас в ТПП 107 специалистов. Они будут работать в областях. Вот как мы работаем с обращениями граждан в народных приемных президента, они также будут прислушиваться к мнению предпринимателей на местах. Я и раньше говорил, если один предприниматель будет кормить двух человек, я его буду на плечах носить. Мы создадим все условия. После последних изменений в нашей республике, после новых указов президента, я вижу, что очень много больших возможностей появилось делать бизнес в Узбекистане. И с этой причиной я решил инвестировать больше в узбекский рынок и делать новые бизнесы в Узбекистане. И условия, сейчас только что озвучил наш уважаемый президент, что условия для бизнесменов и иностранных инвесторов будут с каждым днем улучшаться и будут создаваться новые налоговые льготы, новые пошлины, таможенные сборы будут уменьшаться для инвесторов. Это все привлекает иностранных инвесторов и начать новый бизнес в Узбекистане. Мы хотим создать бренд, отдельный бренд для того, чтобы продвигать этот бренд за рубежом, в Великобритании, в других странах. И мы получили добро от нашего президента. Мы хотим купить оборудование в Китае, начать с двумя оборудованиями, потом довести его до восьми. И примерно мы хотим инвестировать в течение четырех лет около пяти миллионов долларов. Главное подходить к делу с четким пониманием перспектив, отметил руководитель страны. Какие векторы развития мы зададим сегодня? Насколько точно продумаем каждый шаг, настолько большое развитие получат завтра и Ферганский регион, и вся страна? Следующий адрес поездки президента – Ферганский район. На данной территории действует агропромышленная фирма «Миндонобот». Состоялась здесь презентация целого ряда перспективных проектов. В планах ее специалистов довести в этом году площадь виноградников до тысяч гектаров, вырастить 15 тысяч тонн экологически чистой продукции и подготовить 450 тысяч саженцев данной агрокультуры. Руководитель страны детально остановился на вопросах использования для полива на багарных землях систем, работающих на солнечной энергии. Эти технологии будут опробированы, прозвучало и в данной агрофирме. На реализацию проекта запланировано направить около 8 миллиардов сумм. В итоге подсчитали. К концу 2017-го будет создано 250 новых рабочих мест и появится возможность получить доход в размере 10 миллиардов сумм. В ходе своих визитов в регионы руководитель нашей страны уделяет особое внимание освоению степных, неорошаемых угодий, посадки на данных территориях садов и виноградников. На 700 гектарах Ферганского района разбиты плантации виноградников, но воды здесь не было никогда. Данная агрофирма реализует поэтапно эту работу. Воду из скважин доставляют растениям только посредством капельного рожения. Уже подобный полив осуществляется на 210 гектарах. Из 18 имеющихся скважин на первом этапе на четырёх установлено оборудование по получению электрической энергии солнечной, посредством китайской технологии. Это, конечно же, обеспечивает экономию ресурсов и повышение доходов отрасли. Эти же технологии в последующем будут применены и на других скважинах. Информировали руководителя страны о том, какие технологические линии привезут и установят в ближайшей перспективе в эту агрофирму. Здесь же презентовали проекты, запланированные к реализации в 2017-2018 годах в Ферганской области компанией «Узвеносена от Холдинг». Их шесть на общую сумму 63 миллиарда 256 миллионов суммов с созданием 180 новых рабочих мест. Президент Шавкат Мерзиоев вновь подчеркнул необходимость эффективного использования свободных площадей, благоустройства территорий данного района. Представили руководителю страны детальные планы по развитию в регионе пищевой промышленности. Так, в Кувинском районе ООО «Бигагрологистик» приступит к сушке, упаковке, хранению, экспорту переработанной сельскохозяйственной продукции. Продумана здесь и организация специального центра логистики. Более 7 миллионов долларов инвестиций запланировано привлечь. Итогом реализации поставленных задач станет запуск мощности, ориентированных на хранение и заморозку 5000 тонн, сушку 3000 тонн и переработку 4000 тонн плодов и овощей. В ходе беседы президента с предпринимателями не остался без внимания ни один актуальный вопрос. Прозвучала значимость и ожидаемые результаты принятого накануне постановления руководителя страны о мерах по дальнейшей поддержке отечественных организаций, экспортеров и совершенствованию внешнеэкономической деятельности. Презентовали главе государства и проекты создаваемых предприятий в городе Коканди и Алтаарыкском районе, также ориентированных на переработку и упаковку выращенной сельхозпродукции. Мы создаем логистический центр для активизации и облегчения экспорта плодов и овощной продукции в Алтаарыкском районе. Все этапы переработки будут отвечать мировым стандартам. Здесь же для оптимизации процесса выделят места сотрудникам таможни, брокеров, организации экспертизы, карантина, санэпидемнадзора. Они разместятся в специальном здании. Будут продуманы и вопросы инфраструктуры. Это гостиницы, автостоянки. Все ориентировано на качество работы. Кувинский район, как известно, славится своими гранатами. Президент Шавкат Мерзиоев, ознакомившись с проектом агрофирмы, специализирующейся на выращивании данной агрокультуры, подчеркнул важность подбора для возделывания самого лучшего посадочного материала. Касательно развития данного направления сельхозсектора отметим, что до конца 2017-го под культуру запланировано отвезти 2000 гектаров. В 2018-м же площадь увеличится еще на 1400 гектаров. В течение двух лет будет организовано предприятие, способное переработать в год 5000 тонн гранатов. Представили руководителю страны и проект по переработке выращенной аграриями сельхозпродукции, финансируемый Национальным банком внешнеэкономической деятельности. Более 64 миллионов долларов инвестиций позволят запустить мощности и создать около тысячи новых рабочих мест. Со стороны Национального банка в сфере переработки сельхозпродукции запланирована реализация 15 проектов. В результате их финансирования будет перерабатываться 68 400 тонн плода овощной продукции, выращенной в регионе. Запущены будут проекты в третьем квартале 2017 и первом квартале 2018 года. Конкретные цифры экономической отдачи, мощности, что будут запущены в Учкуприкском районе, также прозвучали на встрече специалистов с президентом. Руководитель страны озвучил целый ряд рекомендаций по оптимизации данных проектов. Маргеллан — родина знаменитых миру атласов и адрасов. И совсем скоро он станет еще и городом с лучшими парками и садами. Побывав здесь, президент ознакомился с планом по созданию одной из зеленых зон, где будут расти уникальные лесные, хвойные и декоративные деревья, самые ароматные и красивые цветы. Этот сад в Маргеллане, сказал глава государства, должен стать центром формирования культуры по выращиванию цветов всей долины. Кроме своего оригинального ландшафтного дизайна, у нового парка особая миссия — философская. Ее будут придавать этому живописному месту строки великого поэта Эркина Вахидова, имя которого получит и сам парк культуры и отдыха. Мудрые времена, мюмористичные и даже тогда очень глубокие жизненные строки украсят каждую тропинку, начиная с самого порога. Говоря о значении данного проекта, глава государства поручил организовать здесь и центр поэзии. Отдельное место на карте сада займет сквер поэтов и писателей, творческих людей. Здесь для последователей Эркина Вахидова воздвигнут специальную школу молодых творцов, тоже носящую его имя. Будет организованная площадка для шахматных игр, а из нового летнего концертного зала звучат мелодии как современные, так и национальные и традиционные. Здесь же руководителю представили генеральный план города Маргеллана, Бешарыкского, Багдадского, Язаванского, Рештанского районов. Теперь каждый из них будет иметь современную инфраструктуру с многоэтажными домами и крупными торговыми центрами. Предусмотрены расширения автомобильных дорог, строительство многоэтажных домов, а также создание условий для населения. Центральные парки будут реконструированы. При разработке проектных документов и генпланов мы особо отметили, исходя из географического положения районов. Обдумают тщательные организацию мест для проведения досуга. Особое внимание уделено проекту по планированию строительства семиэтажных доступных домов в городе Фергане. И снова звучали конструктивные предложения по улучшению общего облика всей области, благоустройству и озеленению его на основе национальных и международных архитектурных решений. Шла речь и о том, чтобы создать в самое ближайшее время в Маргеллане центра ремесленников, который манил бы туристов из различных точек мира не только переливающимися всеми цветами радуги, атласов и звонким звуком рештанского фарфора, а еще и самим уникальным процессом создания этих шедевров. Данный центр будет иметь и особую роль в плане трудоустройства населения, станет частью перспективных проектов в рамках программы социально-экономического развития региона. И еще о туристическом. Маргеллан, Фергану и Кокан свяжут новые этнографические маршруты. Знакомясь с этим проектом, президент отметил, что продумать его нужно так, чтобы каждый километр пути восхищал гостей долины. Среди представленных презентаций и предложения финансовых учреждений, среди них проект по развитию туризма в Маргеллане, а также ряд других, связанных с деятельностью малых промышленных зон области. Из Маргеллана руководитель страны отправился в Кокан по стальным магистралям железной дороги, оценил комфорт погонов и скорость пути. На другом конце маршрута ждал Коканский вокзал, современный, реконструированный. Шавкат Мерзиев отметил уют и технические новшества. Что важно, ведь вокзал и аэропорт — это лицо города, а не первые, почему дают оценку зарубежные гости, приезжая к нам. Итак, Кокант — промышленный район региона. В самом городе находится завод по производству газовых баллонов. С его деятельностью Шавкат Мерзиев ознакомился лично. Сейчас мощность 100 тысяч единиц баллонов в год. Помимо этого, здесь изготавливают 15 видов комплектующих. Необходимо наращивать динамику производства, подчеркнул руководитель страны. Сегодня отечественная продукция лишь на 20% удовлетворяет спрос внутреннего рынка. Стоит задуматься о расширении. Если необходимо, то работать в 2-3 смены. Важно в скорейшем времени продумать чёткие шаги по увеличению производства. Ведь в первую очередь потребность в газовых баллонах есть в удалённых уголках страны. Люди ждут. С позиции интересов граждан были рассмотрены и проекты в сфере развития ремесленничества, туризма, частных медицинских клиник, роста качества, оказания ими услуг. В сфере ИКТ, лёгкой промышленности, производства кожгалантерейной продукции. В целом, только в городе Коканде запланировано реализовать более 115 инвестиционных проектов, создать порядка 4000 рабочих мест. Говоря о высоком потенциале местных производителей, руководитель страны особо подчеркнул, что недоволен тем, как затягиваются сроки с разработкой проекта свободной экономической зоны Кокан. Требуется продумать дорожные коммуникации, логистику, инфраструктуру. Здесь есть всё. И удобное географическое положение, и условия, и желание производителей. Давно пора было начать, сказал Шавкат Мерзиёев. Эта зона обеспечит работой сотни, тысячи граждан. Благодаря локализации сократит долю импорта и откроет новую страницу в экономическом развитии региона. Во всех своих рабочих поездках по стране президент всегда обращает внимание на такой важный момент, как создание условий для отдыха людей. И этот раз исключением не был. Шавкат Мерзиёев посетил Коканский театр музыкальной драмы. В общении с актёрами многое звучало об улучшении условий храма искусств. Для сотрудников в тому же построят семиэтажки, предоставят двух-трёхкомнатные квартиры по льготным ценам. А ещё на реконструкцию филиала Государственного литературного музея имени Гафура Гуляма выделят 5 миллиардов суммов. В Багдадском районе глава государства встретился с фирмерами региона. Спрашивал о жизни населения, как продаётся продукция, как быт, сколько прибыли. Сказал, что надо пользоваться тем, что нам даётся свыше. То есть землёй повторно сеять. Сейчас как раз пора. И на свободной земле необходимо высеивать картофель, сую, маш и другие культуры. А в эти минуты проходит заседание актива в Ферганской области. Открытость, конструктивность, злободневность поднимаемых тем отличает эту встречу. Когда не только озвучиваются проблемы, но и очерчиваются дорожные карты их решения. Всё с ориентиром на интересы простых людей. Ведь так важно в наши дни, отметил глава государства, делать всё для утверждения принципов социальной справедливости в обществе. Детально говорят на встрече с президентом и о новой системе работы с обращениями граждан. Особое внимание уделено вопросам формирования комфортных условий для жителей региона. Ремонта коммуникационных сетей, благоустройства территорий. Устранение препятствий на пути бизнес-деятельности. Тема открытого диалога, реформы в здравоохранении, в органах внутренних дел, в работе с молодёжью. По этим и другим направлениям руководителям страны определяются задачи на перспективу. Поездка президента Шавката Мерзиёева в Ферганскую область продолжается.